Мой муж женился на мне, потому что не любил кушать в столовых, а теперь очень любит. С вами телекафе и ведущая Юля Шендра. Сегодняшний наш гость, как говорит сам, не требует особых представлений. Попросил меня представить его без лишнего фанатизма и, собственно говоря, напыщенности. У нас сегодня в гостях Дадакин Павел Николаевич, начальник службы судебных приставов по городу Северодвинску. Здравствуйте. Добрый день. Итак, вы знаете, ходят слухи. Какие? Ходят слухи, что вы замечательный повар, поэтому чем мы сегодня будем удивлять наших зрителей? Что ж вы, без привлечения скажу, я повар просто прекрасный. Не то, что замечательный. Ага. Вот, поэтому сегодня будем готовить лагман. Это среднеазиатское блюдо. Значит, оно нам пришло из Средней Азии. Значит, предки этого блюда разрабатывали его в Китае. Угу. Вот. И по прибытию к нам в Среднюю Азию, попаданию, значит, китайские родоначальники. Это уйгура и дунканы. Прошло двое суток, друзья. Мы никуда не торопимся, потому что передача у нас резиновая. Продолжайте. Да. Итак, без лишней скромности скажу, что лагмана правильного у нас так такового не существует. Лагманы все правильные. Значит, если будут повара всего мира спорить, какой лагман из них готовит, то это правильно или узбеки, или казахи, или китайцы, да, то скажу прямо, что самый правильный лагман готовлю я. Аплодисменты, друзья, аплодисменты. Что же нам понадобится для самого правильного лагмана? Для приготовления лагмана нам понадобится мясо, говядина или баранина, 500 грамм, длинная лапша, пшеничная или рисовая, или обычные спагетти, 2 больших луковицы, 3-4 помидора, 150 грамм редиса, головка чеснока, растительное масло, соль, лавровый лист, перец болгарский, базилик, петрушка, укроп, зира. И так начинаем. Значит, Юленька, смотрю на ваш хороший макияж. Ну что ж, ничто не доставляет радость плачущей женщине. Действительно. Поэтому вам лучок, лучок. А я подозревала, подозревала какой-то подвох, что он будет, да, лучок. Ну я займусь как мужчиной мясом, естественно. Как мы режем? Режем кольцами, кольцами поздно, потому что я уже напополам. То есть вы можете резать даже кольцами можете резать? Хоть как. Понятно. Значит, тогда режем просто его кубиками. Кубиками. Да, вот. Все, примерно где-то так. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вам действительно, спасибо, доставляет удовольствие плачущей женщине? Вот не могу поверить. Ну, естественно, это шутка. Слезы женщины могут быть только от радости. Не более, не менее. Ваша супруга часто плачет от радости? Она просто не вытирает. Я тазик поставил специально для нее, чтобы она столько ловила моменты счета. Я вот на самом деле в курсе, что повар – это не только призвание, но и профессия. Естественно, каждый мужчина в душе – повар, хотел бы быть поваром. Я к чему вообще разговор-то клоню? Я-то ведь все про армию, про эти счастливые годы армейской службы. Я в курсе, что вы поваром там были? Да, в армии я был поваренком. Готовил на три тысячи человек рыба десятками килограмм, мясо полтонны и так далее и тому подобное. И два повара. А все солдатики сидели в столовой – «Добавки!» Да, естественно, естественно, естественно. Лучок мы всыпаем куда? Мы всыпаем, пока в стороночке подождет у нас чуть-чуть. Берем сковородочку чугунную. Кстати, чугун – это очень хорошая сковородочка. Очень хорошая сковородочка даже для встречи мужа с работы, я бы сказала. Естественно. Тот, который задерживается. Да, да, да. То есть это очень удачный… То есть не стыдно будет и встретить, не стыдно будет проводить. А мне дайте мне чем-нибудь заняться. Дайте мне чем-нибудь заняться. Потому что еще мясо у меня ждет своего часа. Перчик я каким образом режу? Пополам и кубиками, пожалуйста. Пополам и кубиками, пожалуйста. Так вот… Я положу свою мысль. Да и конечно. Зато все выдаваю, вы еще наговорите. Действительно. Своем, что я тоже и не успею. Я же никогда не бываю в телевизоре. Понимаете, поэтому как бы надо жить. Дорогие друзья, так как сегодня у нас Павел Николаевич в телевизоре, послушайте, пожалуйста, его. Да. Значит, лагман – это включает себя, как и первое и второе блюдо в одном блюде. Он готовился изначально так. То есть первое и второе называется. Значит, в Ташкенте, в Ташкенте, то есть узбеки, когда переняли, они считают, что это они придумали этот лагман. Китайцы считают, что они… А вы с ними лично со всеми собеседовали? Естественно, естественно. Вот, поэтому как бы я подумал и решил, что это придумал я, лагман. Понимаете, то есть у нас все… А что далеко ходить? Да, бездельно. Узбеки, Ташкенты, я, все. Итак, заболтался я с вами. Действительно, что-то я вам заговорила и заговорила. Заболтала. Мясо обжариваем на медленном огне, помешивая деревянной лопаткой до золотистой корочки. Чего вы так говорите на меня, влюбленные? Ничего не верили. Влюбились уже, что ли? Нет, не влюбились. Я предупреждал вас, Юля, что вы можете влюбиться. Поэтому, как бы, давайте так, это… Я человек женатый. Все, все, все. Смотрите, не надо. Так, так как вы человек женатый, доверьте мне что-нибудь резать, чтобы я, так сказать, отвлеклась от вас, как от мужчины. Ну что ж, ну что ж, доверю, доверю. Значит, пожалуйста, надо редис. Дайте угадаю, кубиками. Нет, через терочку, мэм, через терочку. Через терочку. Конечно. Дорогие друзья, вы знаете, мне тут сорока на хвосте принесла, что праздник будет у судебных приставов. Профессиональный праздник, если не ошибаюсь, 1 ноября. 1 ноября. На Руси принято встречать судебных приставов в этот день с караваем, с хлебом с солью, с добрым настроением, с хорошим. И открывать двери с улыбкой. Поэтому, пожалуйста, если в этот замечательный праздник к вам вдруг раздастся звоночек, не тревожный, а более радостный в дверь, вы уж, пожалуйста, скажите, милости просим, дорогие. У вас сегодня праздник. Ну и какие-то подарочки, конечно же, для них приготовьте. Правда? Что запрещено законом, да. Давайте не будем здесь коррупционной темы объяснять. Правильно? То есть без подарков? Конечно, без подарков. Без подарков. Просто дверь откройте. Да, просто откройте дверь. Ну, а вечная история про лагман, я думаю, продолжается. Да, и так, про лагман. Значит, лагман готовят в разной части мира по-разному. У каждого свой рецепт, сразу говорю, потому что он шлифовался годами, можно сказать, веками. Вот, поэтому, значит, кто-то добавляет туда редьку, кто-то добавляет редис в соус с мясом, значит, кто-то баклажаны, кто-то все вместе это любит. Вот, недаром, говорю, это еще раз акцент делаю на том, что это первое-второе блюдо, одно в одном. То есть первое и второе. А у кого-то все это не растет. Нам очень повезло, что у нас тепличный спонсор, правда? Да. Поэтому нас всем с нами. Конечно. Итальянское кафе «Челентано». Наслаждение вкусом итальянских блюд. Уютная атмосфера и качество обслуживания. Кафе «Челентано». Лебедево, 8. Я истерну уже все буквально-таки. Руки по фаланге. Руки по фаланге, да. Вы уж, пожалуйста, мне дайте еще чем заняться. Руки-то они ведь рабочие, не для скуки. Понятно, не для скуки, понятно. Это очень хорошо, Юленька. Тогда вам вот чесночок. Просто пожуй. Просто его, значит, дольки три, можно почистить. А вы и дома настолько же самостоятельно готовите? Естественно, я настолько самостоятельен дома, что вокруг просто все мелькают. Я вот заметила, да, что вы переворачиваете мяско, а я уже вам натерла несколько килограммов. Это основное мясо, Юля. А то, что женщина приготовит уже, как бы, это самое, то это неважно уже, понимаете? Самое главное для мужчины – это мясо. Совершить подвиг? Да. А женщина, она что? Тельняшку постирай, погладь? Подготовь дракона для подвига? Совершенно верно. Значит, потренируй его сначала, дракона. Подразни, выясни, какие слабые места у этого дракона. А мужчина придет и совершит подвиг. А мужчина победитель же, понятно. Основной ингредиент лагмана, значит, это лапша. Лапша готовится по-особому, значит, она готовится вручную и вытягивается до нескольких метров. Это особое искусство, тот, кто делает, скажем, настоящую лапшу для лагмана. Рецепт настоящей лапши вы взяли из мультика «Панда кунг-фу». Рецепт настоящей лапши я просто взял, но не у панды, не отнимаю. Я вообще животных не обижаю, честно говорю. Было бы смешно, если вы взяли действительно у панды. Да, и уже смешно. Если у вас нет времени на приготовление домашней лапши, можно заменить ее обычными спагетти. Варить их можно как на воде, как и на мясном бульоне. Режем нашу зелень. Зелень. Значит, мы используем петрушечку. Петрушечку. Значит, используем зиру, потому что без нее ничто не обходится. Да, кстати, зиру мы добавляем майоранчик и чуть-чуть мяты. Все на глаз? Да, именно так на глаз. Ну, не на глаз, я имею в виду в сковородку, конечно. Конечно, да. Ну, на глаз, да. Значит, подготавливаем сейчас зелень. Мы ее подготавливаем как? Морально? Как-то мне нужно с ней переговорить сейчас? Мы подготавливаем пока ее так. Чисто физически готовим. Чисто физически. Вот, значит, она у нас пойдет к приправу. Значит, зелень у нас будет подаваться практически перед готовым блюдом уже. Поэтому, значит, оно не терпит длительной термической обработки, потому что все имбирные масла и все витамины, которые есть в зелени, значит, они есть, они улучшают пищеварение, значит, они дают вкусовые качества. Значит, и ведь помните сами, да, когда-то мы все, что в то время лечились как травочкой, травочкой. Не было когда-то таблеток, не было, у нас были знахари. Вот, вот эти самые травки использовали для лечения. Ну, не только петрушку там, допустим. То есть вы до сих пор себе на больные места подорожечку прикладываете? Да, да, а горло мажу пиросином. А расскажите, пожалуйста, а как вы гостей своих встречаете? Вот мне так интересно, раз вы такой повар, раз вы такой кулинар искусный, наверное, гости толпами меняются, да? Одни позвонили, пришли, съели, сменились на вторых. Да, да, да. Да? Конечно, так оно и бывает. Вот. Значит, ну, скажу так, что когда к нам приходят гости, то после гостей уже ничего не остается. Вообще ничего? Ничего не остается. А вещи по карманам проверяли? Проверял, пробовал, пробовал. Ну, там, слава богу, все на месте. А так уносят все. А так все. В желудке. В желудке с собой все. Перец, чеснок добавляем в мясо и тушим. На медленном огне 10-15 минут. Смешиваем тертый редис и делим для украшения блюда. Друзья мои, возьмем вилки. Как-то много зацепили, по-моему. Ну, не скромничайте. Че уж, вы давно хотели попробовать. Давайте уж. Скромничать не надо. Че? Встречаемся в следующую пятницу. Отлично. До свидания. Приятного аппетита. Продолжение следует...